Одной из наиболее острых проблем в области ядерной и радиационной безопасности является обращение с отработавшим ядерным топливом реакторов АМБ, атом Мирный Большой. С Белоярской атомной электростанции на производственное объединение «Маяк» прибыл состав из нескольких вагонов-контейнеров, которые доставил на радиохимический завод кассеты с теплоуделяющими сборками отработавшего ядерного топлива реакторов типа АМБ. В цехе 5 успешно произведена разгрузка вагона, в ходе которой кассета с отработавшим ядерным топливом АМБ извлечена из транспортно-упаковочного комплекта и помещена в бассейн-хранилище завода РТ-1. Время, занимаемое на разгрузку, конечно, очень велико. Сложность вагона достаточно высокая. Но я думаю, мы справимся с поставленными задачами на все 100. Начало вывоза топлива с отработавшим ядерным топливом АМБ с Белоярской атомной электростанции на производственное объединение «Маяк» увенчало долгую напряженную работу специалистов многих организаций «Росатома». Это завершающий этап процесса по созданию транспортно-технологической схемы и вывоза, включающий комплекс технических и организационных работ на производственном объединении «Маяк» и «Белоярской атомной электростанции», а также создание железнодорожного эшелона с уникальными транспортно-упаковочными комплектами для перевозки отработавшего ядерного топлива АМБ, разработки Российского федерального ядерного центра из Снежинска. Перед «Маяком» стоит еще более сложная задача – научиться перерабатывать топливо реакторов АМБ. Для этого потребуется в течение трех лет закончить, завершить сооружение отделения разделывания и перелонирования топлива, где 14-метровые тепловыделяющие сборки будут фрагментироваться, размещаться в пеналах, габариты которых позволят перерабатывать это топливо на действующем производстве. И вот тогда мы сможем перевести топливо реакторов АМБ в полностью безопасное состояние. Уран снова поступит для производства топлива атомных электростанций, а радиоактивные отходы будут надежно включены в стекломатрицу. Реализация всего проекта позволит решить проблему радиационно опасных объектов. Это бассейны и хранилища ядерного топлива первого и второго блоков Белоярской атомной электростанции. И уже в среднесрочной перспективе приступить к выводу из эксплуатации самих энергоблоков.